Приветствую! Вы замечали, что пропаганда далеко не всегда ставит целью в чем-то нас убедить. Часто она старается подвести зрителя к выводу, что никакой правды нет в принципе. Все врут. Каждый тянет свою сторону. У каждого своя правда, которая зависит только от того, ты за тех или за этих. Но вообще-то говоря, человечество давно нашло массу способов, позволяющих устанавливать истину в самых разных случаях. Об одном из них я и хочу вам сегодня рассказать. Вместе с котами, конечно. Начнем для разнообразия не с истории, а вот с такой картинки, которая давно бродит по интернету. Она остроумно продвигает заманчиво простую мудрость. Все, мол, зависит от точки зрения, от наших симпатий и антипатий. В реальности же враждующие стороны ничем не различаются. Велик соблазн взять эту картинку на вооружение и смотреть через нее на любые мировые конфликты, в том числе и на войну России с Украиной. Но посудите сами. Отвоевывая захваченные территории, украинцы говорят об их освобождении. Российский телевизор, наоборот, называет освобождением захват украинских земель. Украинцы зовут российских солдат оккупантами, а Кремль зовет оккупантами украинскую власть. Украина считает Крым и Донбасс своими территориями, а путинская Россия встречно объявляет своими и их, и всю Украину в придаче. Это, мол, наши исторические земли, мы их освобождаем. Так что же тут чье и кто прав? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала возьмем пример попроще. Допустим, у вас есть квартира. Откуда вы знаете, что она ваша? Из того, что вы в ней живете? Ну так вас можно из квартиры выкинуть, и будет там жить кто-то другой. Может, у вас есть сертификат на право владения? Но бумагу ведь можно подделать, наштамповать десяток таких. И что, у вашей квартиры появится 10 новых владельцев? На самом деле, ваше право собственности закреплено в Государственном реестре недвижимости. Вы можете жить в своей квартире или не жить, сдавать ее, пускать ночевать друзей или непутевого братца с невестой, но она по-прежнему останется вашей. Это очень важная функция государства. Иначе не избежать ссор, драк и разборов. Кто здесь дольше жил, кто тут родился и вырос, а кто полочку вешал. Поэтому государство и выступает в роли верховного арбитра, если возникает спор о принадлежности квартиры, загородных домов и земельных участков. Но что происходит, когда в спор за территорией, то есть по сути дела тоже земельные участки только очень большие, вступают государства? Ведь нет никакого реестра, в котором был бы черным по белому прописан владелец каждого квадратного метра земли. Получается, что правых и виноватых тут нет? Просто есть две страны, у них территориальный спор со встречными претензиями. И что называется, оба хороши? Не получается. Ведь такой реестр все-таки существует. Он называется международное признание. В отсутствие верховного арбитра, который стоял бы над государством и однозначно решал их споры, таким арбитрам договорились сообща выступать все страны мира. Это как если бы реестр владельцев квартир вело бы не государство, а общее собрание жильцов многоэтажного дома. Насколько это справедливо? Может, правильнее было бы просто вернуть всем их исконные земли и не морочиться с тем, кто кого в каких границах признает? Вот только какую землю ни возьми, она непременно окажется исконной для массы желающих. Тот же Крым, например, бывал и греческим, и турецким, и крымско-татарским. Земли переходили из рук в руки. Одни завоеватели сменяли других, одни страны исчезали, другие появлялись на карте. И сегодня у каждого народа свое мнение, какой период считать справедливым, а какой историческим недоразумением. А значит, попытка вернуть всем все заведомо обречена на провал. Она приведет только к масштабной резне. Собственно, уже и приводила неоднократно. И вот после самой страшной войны жители планеты решили – хватит. С тех пор в мире действует принцип нерушимости границ, менять который можно только с согласия всех сторон, но никак не военным путем и не под давлением. Теперь вернемся к Украине. Из 197 стран мира полуостров Крым признали российским всего шесть. Северная Корея, Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия и Никарагуа. Чтобы понимать масштаб, их суммарное население составляет 1,6% от мирового ВВП, и того меньше – 1,4%. Что же касается созданных России квази-республик ДНР и ЛНР, то их, кроме самой России, признали только Сирия и Северная Корея, больше никто. Проще говоря, границы Украины – это не какая-то частная украинская позиция, а железнобетонный консенсус всего мира. Внутри них нет никаких спорных территорий. Украина воюет на своей земле, Россия – на чужой. Россия оккупирует города и поселки, а украинские войны их освобождают. И это не игра слов, а сухие юридические факты. Границы не сдвинутся ни на миллиметр, даже если часть территории будет оккупирована войсками другой страны. Их невозможно перекроить никакими указами, законами или референдумами, проведенными в нарушении законов самой Украины. Можно сколько угодно ссылаться на исконные земли, переписывать учебники и штамповать указы. Суть не поменяется. Российское государство под руководством Путина попыталось забрать чужое. Чужое придется вернуть. Нравится это кому-то или нет. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова